Очистить стены от многолетней пыли, затем нанести специальный раствор, чтобы защитить вековой дом от влаги и дальнейшего разрушения. Это первый этап работ в проекте «Дома». Его инициатором стал молодежный парламент края. Студенты и волонтеры намерены сохранить памятники деревянного зодчества в городе. И первым таким объектом стал дом на пересечении Красноармейского Анатолия. Этот дом мы выбрали, потому что он, во-первых, находится на видном месте, он не является объектом культурного наследия. На данный момент фасад у него достаточно серый и потерял свой цвет. Ну и плюс мы выбирали по жильцам. Жители очень рады были нас видеть. Здесь шесть квартир, шесть собственников. Основной упор направят на восстановление оконных наличников здания, которое появилось в 20-х годах прошлого века на углу тогда еще Конюшинного переулка и Павловской улицы. Принадлежал дом, по словам историков, человеку среднего класса. Он мог позволить себе двухэтажное строение, однако из дерева, а не камня, как у богачей. Время прошло, фрагменты наличников, в прошлом визитная карточка дома были утеряны. Волонтеры обещают их восстановить и покрасить. Это чисто добровольческая история, поэтому новое направление волонтерской деятельности, абсолютно новое, интересное. И очень хотелось бы, чтобы это все получилось так, как задумали, и чтобы это была первая ласточка, и за нами последовали другие. В планах молодежки реконструкция и других зданий, причем не только в краевой столице, но и в Наукограде и Троицком районе. Согласно смете, на реставрацию этого дома затратят 100 тысяч рублей. Средства, по словам кураторов, выделили спонсоры, известные строительные компании. Барнаул – это наш дом, и мы, как социально ответственные люди, бизнес у нас очень социально ответственный, мы хотим, чтобы наш дом стал лучше, красивее, уютнее. Поэтому я думаю, что, я даже в этом не сомневаюсь, что наш бизнес обязательно откликнется, поддержит, и такие проекты будут обязательно реализованы. Уже через месяц небольшим дом на Анатолия заиграет новыми красками, говорят кураторы проекта. И хотелось бы верить, что его еще долго не настигнет судьба других памятников деревянного зодчества, на месте которых предпочли видеть новостройки. Анна Раша Гирова, Дмитрий Денисов, День с толком.